всем большой привет сегодня мы поговорим про шатер сток честно говоря не знаю насколько это актуально мне муж сказал что я наверное последняя кто об этом не знал но тем не менее запишу видео потому что ну вдруг еще есть такие люди короче в одном из предыдущих видео я озвучила что я загружаем по камень на шаттер растр потому что вектор что-то мне не получается загружать и общем я не знала как сохранять по нужным размерам ну так я вообще принципе последнее время мало работаю да то есть вот для таких же как и я кто спал или в общем вы в танке так рекомендация по сохранению файлов форма не епс спасибо большое одной из подписчиц которая мне написала что оказывается это есть я пошла искать на шахтер и действительно такое нашла так действительно шаттер теперь требует не менее 4 мегапикселей артборд и здесь это описано для того чтобы размер файла не превышал 100 мегабайт шаттер 100 допустим он говорит создаем картинку да покажу ключевой момент который я делала по-другому вот потом мы сохраняем его редактировать сохранить файл как епс сейчас мы это посмотрим отдельно потом программе и так выбираем итог иллюстратор 10 то есть вот тут в принципе все понятно а вот тут будет растрировать я раньше выбирала 90 процентов потому что у меня иначе меньше она действительно растрировала и вектор превращался в растр если ставить на 0 и в самом конце вот эту вот галочку сглаживать растр вот здесь убираем все последнюю галочку честно говоря ставлю видите как можно вообще ничего не ставить и все нажимаем ok если раз сделать до нуля и внизу поставить галочку то действительно векторный файл сохраняется гораздо меньшим размером и при этом он остается векторным вот это очень здорово и действительно даже если отбор у вас был четыре мегапикселя он очень круто сохраняет там очень маленькая очень маленький вес очень маленький вес и действительно на шаттер все это дело проходит далее что тут из интересного то есть сохраняем доп иллюстратор вот сохранить как епс да и он это описывает как бы пошагово что далее что мне было интересно добавление данных файл епс я раньше делала либо через bridge либо через сток садмиттер да в общем какими-то сторонними программами делала и не знала что можно реально делать через adobe иллюстратор то есть напрямую заходим в файл сведения файле и сюда можно взять title description keywords это очень здорово мне кажется это очень удобно вы создаете файл сразу вводите все эти данные не надо открывать сторонних программ мне кажется это очень здорово в принципе это самые такие два основные факта которые были для меня открытием да действительно прямо сейчас знаете вздохнулась облегчением и так далее и теперь давайте посмотрим конкретно на программе так давайте теперь живую посмотрим так допустим вот у меня картинка монтажная область 2000 на 2000 у меня такой атом так выделяем и control а смотрим информацию о документах открытых ноль растрел их тоже ноль так первое что мы там вычитали до сведения о документе у меня получается ничего нету да я себя отдельно выписала на блокнотике данные таким вот образом я делаю то есть допустим у меня есть тема и потом я их в общем-то коллекционирую здесь даже можно дать допустим звание название написание ключевые слова можно допустим атом наука у меня вот такие вот файлики есть и так в общем название написание ключевые слова и далее самое интересное чтобы у меня хватит у меня достаточно такой файл тяжелый то есть у меня тут есть и сетка и свечение и между что тут в общем только нету поехали сохранить как я его уже сохранила но все сохраним вместе чтобы проверить заменяю там то есть 10 нет и вот самое интересное стиль заказной ставим 0 и внизу галочка складывать раз окей тут ничего не не ставим нажимаем ok и собственно ждем я его уже сохранила и у меня он весил не более 40 мегабайт если сохранять его как я сохраняла раньше то есть 90 процентов растерирование то он весил какое-то бешеное количество то есть конечно же не подходил сейчас посмотрим вот с таким форматом и ну как я уже проверила да она действительно работает и шаттер действительно их принимает короче это все очень здорово если вы также как я об этом не знали как то у вас это было или вы допустим немножко тоже отошли от работы то очень здорово можно возвращаться с новыми силами продолжать так закончилось открываем наш файлик вот и правда видим 47 мегабайт закрываем и закроем да и для чисто преэксперимента откроем наш атом выделяем что у нас в общем ничего не растрировалось вот как видите ничего действительно не растрировалось это очень-очень здорово кому видео было полезным и интересно ставьте палец вверх всем спасибо за внимание и всем пока спасибо 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 спасибо